Прибалтийские русофобы получат по заслугам, Литва может лишиться столицы и части территории. В латвийском издании «Вести сегодня» опубликована статья, автор которой предупреждает своих соотечественников о том, что в результате плохих отношений с соседями они могут, не досчитаться, части земель и даже столицы. И дело не в пресловутых, имперских амбициях, современной России, а в событиях, произошедших в мире в середине прошлого века. Итак, Литва может лишиться Вильнюса, который когда-то был польским городом Вильна. Но она не одинока Украина может попрощаться с Эльвовоми также вернуть его Польше, а Белоруссия будет вынуждена отказаться от Бреста и Гродно. Именно так будет выглядеть мир, если мир действительно решит пересмотреть пакт Молотова-Рибен-Тропа. Тем не менее, сейчас Европа усиленно пытается вернуть себе Калининградскую область, которая отошла к России благодаря вышеупомянутому документу. Но не получится ли так, что другие страны, такие как Литва и Украина, восстанут против этого передела? По иронии судьбы, Литва всегда считала себя жертвой агрессии Сталина, однако именно она по итогам Второй мировой вышла с немалыми территориальными приобретениями. Кроме Вильнюса, Литва получила белорусский город Ковно, который сейчас носит название Каунас, а также другие территории. И это очень несправедливо, потому что во время Второй мировой Литва, по сути, негласно помогала фашистам. В то же время Польша, честно боровшаяся с Гитлером, потеряла немало своих земель. Таким образом, борясь за территории Калининградской области, Европа рискует навредить сама себе, напоминает литовское издание «Вести сегодня». И в первую очередь вредит себе сама Литва.